Как открыть знания народу Как открыть знания народу ученые ищут способы не платить издательством за научный контент. Коммерсант от 16 июня 2019 года, 11.58 на минувшей неделе Международная общественная организация, Борющаяся за право бесплатного общественного доступа к научным публикациям, представила своих амбассадоров. В их число вошли ученые из университетов Нью-Йорка, Мехико, Амстердама, Лондона, Страсбурга, Брисбена, Нейроби и других городов. Эта инициатива стала частью более широкого международного движения против крупных издательских компаний, контролирующих рынок научных журналов. Писать в стол. По данным CBC, Radio Canada, только в прошлом году университетские библиотеки этой страны заплатили более 300 миллионов долларов за подписку на научные журналы с опубликованными работами ученых, монографиями, исследованиями, статьями, диссертациями. Среди этих работ десятки были опубликованы представителями самих канадских вузов. То есть университетским библиотекам пришлось платить за право иметь в распоряжении работы собственных ученых. В последнее время такие парадоксальные ситуации все чаще вызывают недовольство не только со стороны библиотек, но и со стороны научного сообщества. Ведь авторы, как правило, проводят свои исследования на гранты, полученные не только от частных, но и от государственных фондов, то есть они финансируются за счет налогоплательщиков. При этом сами налогоплательщики не могут получить доступ к опубликованным научным работам бесплатно и вынуждены платить крупнейшим мировым научным издательствам. Это Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor, Ampersand, Swift и Sage. Их нередко обвиняют в монополизации научных знаний. В совокупности эта большая пятерка публикуют более 11 тысяч научных журналов и занимает более половины всего мирового рынка научной прессы. Некоторые исследователи считают, что именно платный доступ во многом препятствует не только популяризации научного знания, но и его практическому применению, в том числе для инвестиций в новые технологии. По данным The Nature, от 10% до 25% научных работ, опубликованных с 1980 по 2005 год, нигде ни разу не цитировались. Более того, в год своей публикации до 80% научных работ имеют все шансы не быть процитированными, и лишь через 15 лет после публикации эта доля снижается до 10%. При этом, по данным Университета Индианы, публикации до 50% научных трудов в год вообще никто не читает, кроме автора, рецензентов, научных оппонентов и ученого совета. Еще одна сторона проблемы – многие библиотеки, и без того работающие в условиях ограниченного бюджета, вынуждены платить издательствам большие средства за подписку на научные журналы и поэтому имеют меньше возможностей закупать другие материалы, научно-популярные труды, художественную литературу и т.д. Платить нельзя открыть. В феврале Калифорнийский университет, в систему которого входят учебные заведения в Беркли, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Дэйвисе и других городах штата, отказался от подписки на издание от компании «Эл-Шавиа», за которую ежегодно выкладывал около 11 миллионов долларов. Месяцем позже последовал аналогичный шаг со стороны Консорциума государственных научно-исследовательских учреждений Норвегии. Для решения проблемы, закрытых платным доступом научных работ, предлагаются самые разные варианты. Заместитель проректора университета Калгари Мэри Джора Манюк отмечает, что уже сейчас ведутся работы по созданию систем, позволяющих публиковать работы в бесплатном доступе. Для покрытия издержек на публикацию, которые могут составлять несколько тысяч долларов, предлагается обращаться не к издательствам, а к ученым, точнее, к организациям и фондам, предоставляющим им гранты. Например, в той же Канаде у трех крупнейших фондов и агентств по финансированию научных работ, Сообщества институтов по исследованиям в области здравоохранения, Исследовательского совета по естественным наукам и Исследовательского совета по общественным и гуманитарным наукам, есть условия для такого способа публикации работ. Любая работа, получившая у них финансирование после 2015 года, должна быть открыта для бесплатного доступа в течение 12 месяцев после публикации. В Новой Зеландии при поддержке правительства работает инициатива «Открытый доступ», в рамках которой фонды ученые, работающие на государственных и общественные гранты, имеют право предоставлять копии своих работ в специальные открытые архивы. Это аргументируется тем, что общество своими налогами уже оплатило проведение научных работ. Еще в 2003 году немецкое общество по поддержке научных изысканий имени Макса Планка опубликовало Берлинскую декларацию об открытом доступе к естественно-научному и гуманитарному знанию. Декларация призывает авторов, научные организации и издательства следовать принципу «Open Access», в соответствии с которым авторы и владельцы прав на такие публикации гарантируют всем пользователям неотъемлемое право на свободный всемирный доступ к данным публикациям и дают им свое разрешение на их копирование, использование, распространение, передачу и публичное воспроизведение, а также на создание и распространение производных от них работ, с помощью любого цифрового медиа-средства и в любых учитывающих ответственность целях, при условии корректного указания на авторство. Именно эта декларация стала одним из основных принципов созданной в сентябре прошлого года инициативы. Coalition S. Plan S. Она ставит своей целью создание эффективных механизмов, позволяющих ученым, работающим на государственные и общественные гранты, не только публиковать свои работы в издательствах, но и предоставлять копии работ в открытые архивы или онлайн-журналы. В проекте участвуют исследовательские организации и фонды грантодателей из 12 европейских стран, а с минувшей недели, и амбассадоры в научной среде. Они считают, что в результате диалога-диалога между всеми сторонами, включая ученых, научные организации, правительства, фонды и издательства, им удастся уже с 2021 года воплощать этот механизм на практике. В рамках этого механизма государственные научные организации и фонды возьмут на себя издержки на публикацию тех работ, авторы которых согласятся предоставить копии в бесплатные онлайн-архивы. Евгений Хвостик Корректор А.Кулакова